Мужики, мужики, я предлагаю шлем продать на рынке, а топор этот огромный мне отдать, а? Как вам идея? А я вот предлагаю и топор продать, и шлем продать, а потом все бабки поровну поделить. А я предлагаю и топор, и шлем мне отдать. У меня же никогда таких вещей не было, дайте потаскать, а? А я вот предлагаю такие предложения тупые, не предлагать, ага, хорошо, потому что этот третий кузнец, он же 100% узнает то, что мы у него своровали топоры, и мы... А хотя как он узнает? Он же даже из дома не выходит, он там сидит в своем доме, который на горе, давайте за мной, он же там сидит и даже из дома не выходит, если мы сейчас пойдем, если мы сейчас продадим вот этот топор, вот этот вот шлем, он же даже не узнает об этом. Кстати, хорошая идея, бабки поровну поделим и свалим чертовы бабушки с этого города. Ишь, ты посмотрите на него, решил то, что мы его подчиненные, да, будем? Будем за ним ходить топоры ему, вот эти вот это... Ща, буквально минутку... Мы в дерьме, мужики, это... А чё вы мне не сказали, что он меня за спиной стоит топор... А чё мне ему-то сказать, а? Ай, я доз в баню этого кузнеца! Так, это... Это... Это топор! Где мой топор? А-а-а, так ты про топор! Так вот топор, смотри! Мы пошли этого проклятого рыцара убили, как ты нам и сказал, и посмотри, вот этот огроменный топор, именно, специально для тебя! Наш кузнец на него шлюньки попускал, ты только аккуратно, он слишком мощный! Я говорю, он слишком мощный, ты аккуратно! А-а-а, значит, тихо! Кузнец в космос, кузнец, спускайся, господи, ты кузнеца в космос запустил, спускайся, кузнец! Аккуратно, я говорю, он слишком мощный! Нам этот проклятый рыцарь бошки чуть не подрубал, но всё же, как мы тебе обещали, топор мы добыли и тебе отдали! Сейчас мы с тобой в расчёте за испорченную броньку, а? А про какой такой шлем вы там говорили, а? Шлем? Как-какой шлем? Это кузнец, какой шлем? 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 Какой шлем? Шлем? Какой шлем? Шлем? Какой, какой шлем? Какой шлем? Вот я спрашиваю, какой шлем, брат кузнеца? Какой шлем? Шлем? какой шлем шлем какой-то как какой шлем какой-то какой шлем мужики я есть какой-то шлем брат кузнеца а так так наверно этот шлем вот держи а ну вот шлем да вот это вот во во ну а так вот откуда у розовый шлем это какая разница вот вот этот шлем все больше никого шлема у нас нет если я узнаю что вы меня обманываете каждому по башке на стучу какой шлем да нет нет у нас был какой-то шлем мы бы тебе сказали а так розовый тебе прям очень сильно подходит какой шлем у нас есть шлем следующий раз да кто-то у меня за спиной будет стоять вы хотя бы говорите про это хорошо а то мы чуть только что этот шлем не просрали он же стоит целое состояние мужики его продадим бабки почти поровну поделим все давайте а вот сейчас я вам предлагаю господи мы же собираемся наверное последний уже серии 20 пойти и нормальную мужицкую тусу устроить какой-то мальчишник мы же с вами так давно не отдыхали рыцари побеждали утопленников побеждали русалок побеждали драконов побеждали кого мы только в этой жизни не побеждали отдохнуть отдыхать же тоже когда-то надо поэтому вот чё я вам мужики скажу сейчас ко мне домой четвером заваливаемся отдыхаем без каких-то там баб а уже завтрашний день новые приключения на жопу и новые монстры которых мы будем убивать все согласны ну не мужики я это я домой пойду у меня там срочные дела давайте в следующий раз шурик я же говорю то что не мужик то даже этот дневника никогда с нами нормально не отдыхает а когда это у него на втором этаже полностью розовая комната появилась я же там раньше жил и у меня розовые комнаты там не было так так ладно я сейчас пойду это выясню ты брат кузнеца ко мне домой это мариную мясо сейчас будем шашлычки жарики все остальное а ты кузнец давай за мной все дай быстро 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 времени очень мало а мы сейчас посмотрим чё за дизайнерское решение дизайнерский ремонт принял на шурик на своем втором этаже давай кузнец запинюхивать саркостанцию давай внутрь быстро вот оно как получается не живешь со своим другом примерно месяц он про тебя уже забыл получается это чё за розовая комната шурик а это а так а а так это комната вероники получается слушай шурик а у меня как раз таки подписчики давным давно спрашивали а где вероника почему она последний месяц в сериях не появляется и вот и у меня сейчас такой вопрос появился а чё с вероникой ты и прикладки чё на зеленая то вся зачем вы сюда пришли то она не хочет чтобы вы ее видели в таком состоянии это конечно прекрасно шурик то что она так переживает за свой внешний вид но ты мне скажи чё с ней происходит и чё на весь месяц вот так валяется в кровати даже с нее не встает мы же реально ее последней серии 67 даже не видели шурик объясни нормально да заразу какую-то подхватила не переживайте за неё все пройдет это шурик когда она с тобой встречаться начала это вот тогда она заразу свою жизнь какую-то подхватила тебя а ты мне нормально скажи чем она болеет и что это за фигня шурик ядро на меня в печень это ты так чихнула мать да у шурика дом чуть не развалился нафиг это чё сейчас это это просто какую-то заразу да подхватила шурик только тогда когда чихает мини землетрясение случается и вот так шурик чё с ней такое я помню только то что она как-то пошла на какое-то по болото за ингредиентами за каким-то зельем обернулась оттуда вот уже такая вот это не нормально то что она так чихает так ладно как обычно у нас получается наша тусовка немножко отменяется так шурик ты не дрыть колотит в следующий раз когда кто-то заболеет сразу это говорит присматривай за за своей вот этой за вероникой мы с кузнецом скоро вернемся так найдите плющ 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 шурик ее походу плющит там какой плющ вероника как кого-то как шурик какой плющ найти надо господи меня запрещено в блоке так все кузнец пошли плющ 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 так это шурику еще надо дом походу будет шурик у тебя дыра во втором этаже ладно с этим потом разберемся плющ 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 так брат кузнеца спускайся сюда пойдем плющ какой-то искать так есть у кого-то какие-то идеи где можно какой-то плющ найти шурик сказал то что вероника топала на какое-то болото за цветами и там походу траванулась от какого-то плюща кстати моя жена точно должна знать она в цветах хорошо разбирается ну вот тогда первое место куда мы с вами сейчас отправимся в дом кузнеца к жене кузнеца будем плющ какой-то искать главное чтобы вероника больше не чихала то нам не хватало чтобы еще нас и весь город посыпался просто слушай кузнец а твоя жена то вообще дома хотя даже безработные у него же работы нет поэтому из дома она вряд ли куда-то выходит так мария мы это за помощью пришли здравствуй моя дорогая у нас жопа в жизни опять произошла плющ вероника сказала какой-то нам нужен ты знаешь что-то про плющ какой плющ и так это я у тебя спрашиваю какой плющ я не знаю какой плющ веронику плющила как не в себя она сказала нам найдите плющ а потом так чихнуло то что дом шурика чуть в хлам не разнесло землетрясение наверное ядовитый плющ да да я-то откуда знаю какой ядовитый сладкий соленый или кисло-сладкий какая разница нам сказали найти плющ это ты должна лучше знать а не мы твой муж вот это кузнец сказал ты в цветах разбираешься но ядовитый плющ это же очень редкое растение она растет только в одном месте да и угадаю на жопе у огненного дракона или где она растет просто как я понимаю у нас в этой жизни ничего так просто не может быть просто скажи где нам найти этот плющ вот вы знаете где находится остров утопленников вот немножко туда дальше пройдите и найдете огромное болото ищите ядовитый плющ на островках чаще всего он растет именно там остров утопленников за островом утопленниками есть огромное болото маленькие огромные если островки на островках есть ядовитый так ладно все все понял монатки собирайте на улицу давайте вот вот это выбегайте все мария спасибо тебе огромное чтобы мы без тебя здесь вот это делали как тебе кузнец повезло а у тебя такая хорошая жена а у твоей хорошей жены такой тупой муж да кузнец ну что правда то правда твоя жена сказала за островом утопленников господи который там находится немножко дальше пройти там будет какое-то огромное болото маленькие островки и ядовитый плющ ну если нам повезет сегодня под таким-то дождем конечно мы сами хотя бы что-то сможем найти и наконец-то вылечить веронику а то ей прям я вижу не очень хорошо последнее время вот здесь у нас остров утопленников быстро сюда перепрыгивайте я надеюсь то что хотя бы сегодня утопленники на нас не нападут опа а вот вам ясная погода как хорошо так а мария сказала то что где-то за островом утопленников находится огромное болото так вот кстати тропинка какая-то сушки о чем все это время не видели то что здесь еще что-то находится так мужики давайте аккуратно вы на всякий случай топор и молот в руку возьмите я палочку возьму фиг его знает что нас может сегодня здесь поджидать ядовитый плющ огромное болото или еще что-то мать моя женщина так это чё-то нифига не огромное болото это огромнейшее болото дома какие-то хочу я кстати не знал то что здесь еще и дома есть которых возможно кстати кто-то живет так давайте быстро спускайтесь все сюда твоя жена сказала то что надо ядовитый плющ искать на каких-то островках возможно он будет расти именно вот там так вот куда вероника одна ходила на не сказала и здесь какую-то заразу как я понимаю подхватила да будем надеяться то что здесь мы сможем что-то найти так давайте аккуратно по кувшинкам воду не падайте а то фиг его знает что в этих водоемах болотных может водиться мы же здесь вообще впервые как бы находимся и первый остров сюда давайте быстро ага не падайте так здесь что-то есть или нет я вижу только грибы пацаны здесь никаких растений нет как мне кажется или вот в траве чё-то только она немного правда шевелится это чё за кузнячик перерос так то что что нам так не везет просто не могу прийти не могу просто плющ какой-то ядовитый найти чтобы веронику вылечить так здесь есть какой-то плющ есть плющ нет никакого плюща так все быстро на второй остров возможно здесь что-то будет воду не падайте и сам упал вот эта башка тупая так давайте сюда быстро здесь опять эти мухоморы огромнейшие и какое-то растение или это баклажан какой-то вот этот фиолетовый или это все же плющ а у меня вопрос один есть а как его достать то вот этот плющ ядовитый если он конечно все же ядовитый или есть ли он все же плющ может попрыгать на нем что ли надо или чё а кузнец давай топор возьми топором его жахни мне кажется это какая-то поганка лесная лучше посмотри на соседний остров там еще какой-то цветок вот это уже больше похоже на нужное нам растение но в любом случае чтобы не облажаться давайте сразу два растения притащим для вероники вы тут давайте вот этот как-то с к с этим с корнем вы выдирайте а я пойду сюда и попробую это вот это достать если это все же вот это поганка плющ вот этот господи вроде как похоже цветочки какие-то розовые суши кузнец сюда иди топор свой тащи походу мы нашли нужное нам растение мужики а это нормально то что у растения два огромных глаза а это вообще нормально то что растение живое только что от меня в лес убежала так кузнец и брат кузнеца мне помощь ваша нужна я верный кокос это и чё еще там вы происходит это вы кого там еще встретили то так ладно давайте сюда на меня прыгать вот это нужное растение не то фиолетовое а вот это давайте быстро сюда там грибы живые живые грибы они мне чуть руку не откусили я же после этого в жизни не смогу пиццу шампиньонами есть ужас то какой вы там поаккурате потому что эти живые шампиньоны уже за вашей спиной мать моя женщина господи чё за проклятые болота давайте быстро сюда на меня ядовитый плющ вон в тот лес вот убежал и и нам походу за ним надо туда отправиться но сначала шампиньонов убьем и зажарим на костре я вот очень сильно люблю жареные грибочки грибочки